В этом видео мы поговорим про Армена Джигарханяна, одного из самых талантливых актёров советского театра и кино. Это один из самых востребованных актёров в СССР и России. На его счету более 200 ролей в советских и российских фильмах. Вы узнаете все главные события из биографии всеми любимого актёра. Если у вас есть чем дополнить это видео или просто хотите выразить своё мнение, пишите его в комментарии под этим видео. Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Происходит из старинного рода тифлийских армян, то есть армян из Грузии. Армену не исполнилось и года, когда отец покинул семью и мальчик остался с матерью, Еленой Васильевной. Желание стать артистом появилось у Армена в раннем детстве. Елена Васильевна была страстной театралкой и привила любовь к циническому искусству. В 1953 году после окончания школы юноша отправился в Москву и попытался поступить в ГИТИС. Но потерпел неудачу из-за своего акцента и вернулся в Ереван, где устроился помощником оператора на киностудию Армен Фильм. А годом позже стал студентом Ереванского художественно-театрального института. В 1960 году состоялся кинодебют Джигарханяна, он исполнил роль молодого рабочего окопа в фильме «Обвал». Впоследствии им была создана целая галерея замечательных, невероятно обаятельных и незабываемых образов. В 1975 году в прокат вышла комедия «Здравствуй, я ваша тетя». Миллионы зрителей стали свидетелями приключений охотников за наследством тетишки Розы. С 1991 по 1996 год Армен Борисович совмещал актерскую работу с преподавательской деятельностью в Афгике. Выпускниками курса Джигарханяна были многие добившиеся впоследствии известности актеры. Например, Евгений Стычкин, закончивший ГИК в 1994 году. У Джигарханяна учился и Михаил Пореченков, так и не прошедший полный курс обучения. 12 марта 1996 года прошло торжественное открытие Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. По словам Армена, самыми интересными работами этого периода оказались роли в спектаклях «Последняя лента Креппа» и «Возвращение домой». Также Джигарханян снимался в фильме «Самый лучший фильм» от Comedy Club. В общем и целом за плечами Армена Борисовича более 200 ролей. Цифра, без сомнения, феноменальная. Признанный острослов Валентин Гафт даже написал на этот счет меткую эпиграмму. На свете меньше есть армян, чем фильмов, где играл Джигарханян. Голосом Армена Джигарханяна говорят герои десятков любимых мультфильмов. Джон Сильвер из «Острова сокровищ», дядюшка Мокус, знакомый всем по похождениям поросенка Фунтика, волк из мультфильма «Жил-был пес» с его бессмертным «Сейчас спою» и даже героя американского сериала «Черепашки-ниндзя». Одни боялись пью, другие били бонса, а меня... боялся сам Флинт. Перед тем, как перейти ко второй части видео, давайте поиграем в игру. Угадайте, какой рост у Армена Джигарханяна? Напишите в комментарии, а после посмотрите ответ в конце видео. Очень важно написать именно то, что вы первым делом подумали, а не искать информацию в интернете. Будет очень интересно. Пишите комментарии прямо под этим видео. Теперь немного о личной жизни Армена Джигарханяна. Как и у многих гениальных деятелей, судьба Армена Джигарханяна складывалась не всегда благополучно. Первый брак с актрисой и реванского русского драматического театра Аллой Ивановской закончился трагедией. После рождения дочери Елены, названной в честь матери Армена, оказалось, что жена актера страдает от неизлечимого психического заболевания. Актер, не выдержав страшных приступов, во время которых молодая женщина в припадке ревности набрасывалась на мужа с кулаками, был вынужден подать на развод и забрать дочь. В 1987 году актера постиг еще один удар судьбы. 23-летняя дочь Елена погибла, уснув в автомобиле с включенным двигателем. Второй брак Армен Борисович заключил с актрисой Татьяной Власовой, с которой встретился вскоре после расставания с первой женой. По призванию Джигарханяна свадьба состоялась настолько неожиданно для обоих, что к предстоящей церемонии не успели даже купить кольца, и Армен надел на палец Татьяны вечальное колечко своей бабушки, доставшееся ему в наследство. В 1999 году Армен Борисович получил вид на жительство США по квоте для выдающихся деятелей искусства и начал жить на два дома, по несколько месяцев в году пребывая в своем особняке в Америке вместе с женой. Обстоятельства сложились таким образом, что Татьяна предпочла остаться на другом континенте навсегда, а Армен большую часть времени проводил в России. В последние шесть лет 40-летних отношений супруги практически не общались. В 2015 году Джигарханяном объявило об официальном завершении второго брака. У супругов не было общих детей, однако в свое время Армен Борисович усыновил сына Татьяны от первого брака – Степана. А в начале 2015 года всех поразила новость о романе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк – Романовской, музыкального руководителя Московского драматического театра. Многих шокировала значительная разница в возрасте. Девушка оказалась младше на 47 лет. В феврале 2016-го Армен и Виталина официально оформили свои отношения. То есть Армен уже в третий раз женился. Как уже сейчас известно, все это закончилось плохо, что аж дошло до публичного скандала. Подробнее об этом в другом видео. Ссылка в описании. Хочу отметить, что Армен Джигарханян неоднократно выступал за применение азербайджанского и армянского народов, отношения между которыми ухудшились в результате Карабахской войны. По мнению Джигарханяна, народы рассорили третьи силы. А вам нравится Армен Джигарханян? Как вы к нему относитесь? В каком фильме вы впервые его видели? Пишите в комментариях. А также не забудьте посмотреть, какой рост у Армена Джигарханяна. На этом все. Новые серии каждую неделю. Пока!